Переезжая в другую страну, мы знаем, что там все иначе. Но вот насколько и каково это для нас? Ты не узнаешь, пока не переедешь. Но какие вещи или традиции были или остаются действительно сложными? Я начну с, на мой взгляд, безобидных таких для меня и закончу теми вещами, к которым я до сих пор, практически после 7 лет проживания в Германии, не могу привыкнуть. К чему я практически без проблем смог привыкнуть, так это езда на велосипеде. В Германии очень часто ездят на велосипедах. И, на мой взгляд, к тому есть две причины. Первое, общественный транспорт здесь достаточно дорогой, особенно, что касается езды на коротких расстояниях, то есть в пределах одного города. И второе, в маленьких городах общественный транспорт ходит очень-очень редко. Когда мы переехали в Германию, мы жили в небольшом городке, 16 тысяч населения, и там по выходным ходил раз или два раза в день только автобус. И мы жили на окраине, и еще до остановки нужно было идти где-то минут 20. То есть велосипед мы купили практически сразу, ну и о чем мы не пожалели. И сейчас, на данный момент, я даже езжу на велосипеде, на работу, в одну сторону, это 25 километров. И к тому же, еще способствует развитию езды на велосипедах относительно хорошая транспортная инфраструктура именно для велосипедистов. Велодорожки, как внутри города, так и за городом. Также Германия заставит вас полюбить, не выбрасывать пустые бутылки, пустую тару после использования. Практически вся тара стоит денег и называется она Pfand. Вот, например, вот эта вот бутылка, полтора литровая, вот с таким значком, стоит 25 центов. То есть я за нее заплатил и потом я ее принесу обратно, сдам и получу обратно свои 25 центов. Также, что приходится делать практически ежедневно, когда ты заходишь в магазин, это искать скидки. В Германии очень развита система скидок в продуктовых и даже не в продуктовых магазинах. Это действительно скидки, когда можно получить скидку там до 50% на продукты. И это не накрученная сверху цена, которая потом скидывается. Это действительно скидка. И вот я, например, заходя в магазин, всегда ищу свой знакомый йогурт. И если я вижу скидка, то я покупаю его впрок, потому что я знаю, что, например, на следующей неделе этой скидки уже не будет. Но также многие немцы отслеживают эти скидки по каталогам рекламным, которые они получают по почте. Но я, к сожалению, еще до такого не дорос, чтобы каждый раз, просматривая почту, выписывать себе, что мне нужно купить в том или ином магазине. Немного сложнее для меня на первое время было привыкнуть сортировать мусор. Не складывать все это в одну кучу, а разделять туда, 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 туда. И знаете, к тому, что еще в каждом городе, даже в каждой деревне могут быть свои законы, как сортировать мусор. Где-то, например, просто скидывают одну бумагу, где-то сортируют тонкую бумагу и картон. Еще было для меня удивление, что, например, ты не можешь выкинуть какой-то электрочайник, а нужно ждать, пока раз в полгода приедет контейнер и поставит возле дома. И, например, туда будут скидывать все ненужные электроприборы. Так было у нас в маленьком городе. Здесь же, в большом городе, в Лейпциге, я должен отнести этот, условно, электрочайник в пункт приема в определенный. Либо я, вот как сейчас делаю, отношу этот электрочайник на работу, и у нас стоит специальный контейнер под использованные различные электроприборы, потому что в производстве часто они выходят из строя. Еще один пункт – это гулять по долгу в Германии, вернее, нахаживать 10 тысяч шагов. Это связано с тем, что больничные кассы или кранкинг-кассы, они выплачивают определенное вознаграждение, если человек прошел 10 тысяч шагов в день. Раньше, до 2023 года, наша больничная касса АОК+, выплачивала по 1 евро в день за 10 тысяч шагов. Но надо было не больше 15 дней в месяц отходить. Таким образом, можно было, гуляя, получить за год 180 евро, которые не облагаются налогом. То есть, это достаточно хорошие деньги. Правда, сейчас с этого года стало немножко поменьше – 50 центов. Но те же самые 1 евро, они ворачиваются, если, допустим, гасить какие-то там медицинские счета, ну, там, профессиональная чистка зубов, либо еще что-то похожее. То есть, все равно 1 евро, его, как правило, можно вернуть. Вот поэтому я сейчас и хожу тоже. Следующий пункт, от которого порой меня потряхивает – это все получать или отправлять по почте. Вот, к примеру, простой пример. Это сим-карта. Сим-карта вам придет по почте, а пин-код к сим-карте придет, например, спустя пару дней. Также по почте в другом конверте. Также приходят по почте различные важные документы. Например, мне на прошлой неделе пришел штраф за неправильную парковку в Берлине, который я еще должен был получить в том году, в июне или в июле. То есть, спустя практически год. Приходит абсолютно все. Приходят важные документы для школы, приходят документы по работе. Может прийти договор при устройстве на работе также по почте. То есть, абсолютно на 100% задействована почта. И у меня периодически возникает страх, это может быть все потеряно каким-то образом. Но, как показывает практика, практически ничего не теряется. Да не практически, а у нас пока ничего не терялось. Мы привыкли, что вся сфера обслуживания должна работать круглосуточно. Но в Германии это не так. Все закрыто в воскресенье. Даже продуктовые магазины. В маленьких городах это всегда закрыто 100%. Но у нас, например, в большом городе, в Лейпциге, работают два магазина на главном вокзале в воскресенье. И то они работают не всегда. И это вынуждает к тому, что все люди, независимо от работы, они отдыхают в воскресенье. Все закрыто, никто никуда не торопится. И все, например, как сейчас летом, идут в выходной грилить, либо гулять в парке, либо идут на природу. Потому что нельзя пошопиться. Следующий пункт, к которому я смог привыкнуть только спустя пару-тройку лет, это то, что немцы встают, как правило, очень рано. И рабочий день здесь начинается в 6-7 утра. Даже вот я несколько лет назад работал на заводе BMW, у нас смена начиналась в 5.20-5.30 утра. То есть мне нужно было вставать в 4-5.04 утра, чтобы собраться и доехать на работу. Никто не работает здесь с 9-10 утра, как у меня было раньше. Сейчас, например, мой рабочий день начинается в 7.30, что достаточно поздно по немецким меркам. Хотя рабочие у нас на заводе начинают работать в 6 утра, но это связано с тем, что я прихожу, смотрю, как они сделали какую-то продукцию, корректирую, и когда они уходят, я занимаюсь какими-то делами, закрываю им, подготавливаю, ну, как скажем так, работу на следующий день. Поэтому мой рабочий день начинается немного позже. Также, что меня подбешивает порой, это медленный сервис в продуктовых магазинах, вернее, длинные очереди. Очень часто, когда ты приходишь в магазин, особенно после работы, собирается очередь в 10-15 человек, и работает только одна касса, хотя, например, в том же самом супермаркете как минимум 3, а то и 4 есть кассы. И продавец, кассир, он даже и не думает порой вызывать второго кассира на помощь, просто пик-пик-пик-пик, все это идет довольно-таки медленно. И все еще усугубляется тем, что кассир, когда у него просят сигареты, он встает, идет в какой-то там свой вот этот закуточек, потому что ты их так просто взять сигареты не можешь, он достает эти сигареты и возвращается обратно. Та же самая история с алкоголем, который немного дороже стоит. Продавец, кассир идет в какой-то там шкаф, открывает этот шкаф и возвращается обратно. И все это занимает уйму времени, но все стоят спокойно, ждут, никто не кричит, никто не торопится. Это меня удивляет в немцах, вот это вот терпение, что можно постоять с тяжелой корзинкой 5-10 минут без проблем. Ну и самый сложный для меня пункт, это так называемый small talk, или болтать по пустякам без причины. И вот знаете, в моем менталитете заложено, что ты пришел и сразу говоришь по делу. У немцев же они сначала даже по телефону говорят о погоде, говорят о каких-то незначительных вещах, и потом плавно спустя там минуту, две минуты, три минуты переходят к работе, или к делу. И для меня всегда это очень сложно, по работе особенно, что касается. Когда я звоню, я сразу начинаю говорить по делу, и я не понимаю, что человек от меня хочет, когда он мне звонит с другого предприятия, какой-то наш клиент или я их клиент, и он начинает у меня говорить, как он, например, гулял вчера, и как было все замечательно. И для меня, я все время впадаю в такой ступор, знаете ли. Также вот к этим small talk, к этим разговорам легким, я вот отношу еще написание e-mail. Очень часто они пишут их такие, знаете ли, дружелюбными, и какими-то вот такими раз-раз-раз волшебными, и между делом упоминают какие-то важные вещи. Я же пишу все время сухо, коротко и по делу. И у меня на работе очень часто говорят, вот ты позвони или напиши тем и тем людям, потому что ты пишешь коротко, сухо, и они сразу поймут, что надо делать. Мы так не умеем, а с тебя типа все взятки гладки, потому что ты иностранец. И вот, знаете, нету вот такого вот чувства внутреннего, вот этого, как немцы говорят, когда ты должен что-то говорить, когда ты не должен что-то говорить. И вот этот small talk, он до сих пор для меня остается одной из самых главных головных болей в Германии, к которым я не могу привыкнуть. И если вы живете в Германии, пожалуйста, напишите в комментариях, какие вещи вам дались или даются до сих пор очень тяжело, к чему вы не можете привыкнуть. Поделитесь этим в комментариях. Ну и поставьте лайк заодно, если вам не сложно. Ну а я все, на этом закончил. Пока, до следующих встреч. Чус, бисбальт. Субтитры сделал DimaTorzok